В имя Отца и Сына и Святаго Духа всех поздравляю с воскресным днём. Вот у нас уже последнее воскресенье перед началом Великого Поста. И это воскресенье у нас называется воскресенье воспоминания изгнания Адамова из рая. То есть мы вспоминаем то, что произошло когда-то с нашими праотцами, с прародителями всего рода человеческого, когда они нарушили заповедь Божию. До этого Адам и Ева, они первые люди были в непрестанном общении с Богом. И они были созданы Господом, чтобы пребывать в этом общении, чтобы таким образом возрастать духовно, чтобы приближаться к Богу и становиться ближе и ближе к Богу, воспринимать Его свойства и участвовать в жизни божественной. Но человек создан по образу и подобию Божию, так же как и Бог свободен, так и человек свободен. И поэтому человек должен был не по какому-то предопределению этот путь свой пройти, но по свободному выбору. И Господь даёт возможность человеку этот выбор проявить. Вот это первое, она была тогда единственная заповедь, которую должен был человек послушаться, не вкушение от древа познания добра и зла. Заповедь, которая как раз и могла проявить волю человека. То есть человек был волен выбирать, исполнять это или нет. Господь, мы видим, что он не вмешивался. И вот человек, он вместо послушания Богу избирает послушание искусителю, то есть дьяволу. Он его слушает. Дьявол ему предлагает не ждать, пока человек постепенно, так как Господь ему предопределил, так как Господь устроил возрастать духовно, но сразу стать как Богом, сразу узнать, познать добро и зло, сразу же встать на высшую ступень. И человек доверяется дьяволу, он проявляет неверие Богу и кушает от этого древа, он нарушает заповедь. Через это он познает, что значит зло. Но это зло, оно проникает в человека, и человек еще, будучи духовно неокрепшим, не имеет возможности от этого зла избавиться, то есть его преодолеть. То есть человек становится подвластным злу, и после этого Господь, он продолжает вести человека ко спасению, к духовному возрастанию, но не нарушая его воли, поскольку люди, они отверглись воле Божией, они стали противниками воле Божией, то есть вот это противление воле Божией уже в человеке, оно зародилось, и оно бы и дальше развивалось. И вот поэтому Господь ограничивает возможность человека, в частности, жить вечно, и совершать, то есть совершать зло вечно, то есть развивать это зло вечно, как это совершается у дьявола, который развивается именно во зле, то есть в тлении, в смерти. И поэтому Господь поставляет препятствия для этого, Господь изгоняет из рая, ну, и дает человеку ризы, как говорит нам в Священописании, кожаные ризы, и человек становится смертью, то есть он должен пройти через вот это состояние временной смерти, то есть уйти из жизни и, ну, возродиться уже душой. Ну, Господь все это делает для того, чтобы человека спасти, Господь не отвергается человека, человек от Бога отступил, но Господь никогда в себе не верен, не бывает, и поэтому Господь продолжает спасение человека, но человек уже вот в этом состоянии, состоянии грехопадения, он видит, что с ним произошло, но еще остается у него надежда на спасение. И Адам, вот мы из Священного Писания, из церковных песнопений даже слышим, что Адам сидел напротив рая и плакал. Вот то, что человек потерял рай, это в первую очередь его внутреннее состояние, то есть он потерял это Богообщение, причем мы, опять же, из Священного Писания, мы видим, что он это Богообщение потерял, и он сам убегает от Бога, то есть не то, чтобы Господь его как-то насильно от себя отстранил, но когда человек согрешает, и мы видим, что он начинает прятаться, и когда появляется Господь, то он убегает, прячется где-то в какие-то кусты, чтобы Бог его не видел, то есть человек начинает бояться Бога. И, но Господь, он не оставляет человека, человек видит то, что с ним произошло, Адам начинает плачь, плачь, он раскаивается в том, что он сделал, но уже тогда, когда уже поздно. То есть был еще момент покаяния, когда Господь его спрашивал, что ты сделал, но тогда этого покаяния человек не проявил. Вот когда уже стало поздно, тогда человек видит последствия своего поступка, тогда уже он сидит и раскаивается в том, что он сделал, видя то, что он потерял, то, что он потерял, вот то блаженное состояние, в котором он пребывал, и теперь ему предстоят и труды, и болезни, и скорби, и, в конце концов, смерть. Но вот мы сейчас, вступая на поприще Великого Поста, мы тоже вспоминаем то событие, которое произошло, и как бы возвращаемся к себе, смотрим на корни своего состояния, потому что и мы тоже преданы греху, мы тоже имеем в себе этот корень греха, но и не имеем часто в себе сил, чтобы против греха противостать. Хотя нам Господь все для этого дал, потому что Господь совершил наше спасение, Он не оставил человечество, пройдя через какой-то путь. Господь совершил так, что Сам стал человеком, Сам преодолел грех, преодолел смерть и дал и человеку возможность греху сопротивляться, греху противиться, не быть под властью греха. Но вот мы, если посмотрим на свою жизнь, то увидим, что мы не один раз в день поступаем так же, как поступил в свое время Адам, потому что перед нами стоит выбор, совершить грех или нет. И вот мы, как бы не веря, что это возможно, что мы можем не подчиняться греху, мы грехи совершаем внутри себя, внутри своей души. Это бывает или видимо, бывает для окружающих, может, и невидимо. Да и сами от себя мы часто это как бы прикрываем, думая, что нас Господь не видит, что Господь не видит, что происходит в нашей душе. И сами делаем так, как будто этого нет. На самом деле это грехопадение, которое совершил Адама, оно происходит в душе каждого из нас. И вот нам нужно набраться и мужества, и смелости, чтобы противостать греху. Чтобы то, что нам Господь дает через свой подвиг, свои страдания и воскресение, чтобы мы восприняли вот эту силу духовную, которую нам Господь передает через то, что Он совершил ради спасения людей. И противостать греху, не подчиняться греху, и до конца идти против греха. Вот у нас в повседневной жизни редко это получается так, как-то на этом сосредоточиться. Но вот нам Церковь дает время Великого Поста, чтобы мы потрудились, чтобы мы как раз более внимательны были к себе, к тому, что происходит в нашей душе, чтобы нам не потерять ту возможность, которую нам Господь предоставил, которую нам Господь дает всегда, чтобы нам побороться, потрудиться, чтобы нам уже не быть с Адамом плачущим, но быть со Христом воскресшим. Поэтому вот сейчас начинается Великий Пост. Нас Церковь еще раз дает нам возможность вспомнить о том, где мы, в каком мы состоянии, что мы живем в этом мире, который под властью греха. Но чтобы мы, не отчаиваясь, но чтобы мы потрудившись, чтобы мы припали к Богу, к Господу с покаянием. Для нас оно возможно, для нас оно и желательно, и необходимо. И возвратили к себе вот то достоинство, которого человек был лишен, но которое нам возвращается со Христом, которое Господь нам готов вернуть. Но от нас нужны тоже, нам нужно наше произволение, наши некие труды, усилия, чтобы и нам свою, вот эту свободу выбора проявить, чтобы нам свою волю направить ко Господу и получить то вечное блаженное царство, которое нам Господь дарует. Аминь.